ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа русского пупа не имеет ничего общего с этим творением. Шулы, палы! Это что же за убожественная анимация движения? Шулы, пугайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не тепловизор. Вот тепловизор. А это какая-то видеокамера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я наобьёк сел! Этот Владвикс был стрелян из другого пупа. Да и зачем надо было звонить ему и предупреждать его об этом? Ведь он может приехать и убить тебя. Ты об этом не подумал? Откуда Боцик узнал, где Влад Бош живёт? Откуда он достал гравипуску? Из шопы? Как же убого поставлены и выразены передние планы подъезда. Однако если сделать скидку на то, что это один из первых пупов, то в целом можно простить. Никакой физики. Б**ть. На кой счёт выскакиваешь? Он же тебя может застрелить. Всё. Вот. То есть до этого ты сел на пенёк и предупредил его, что сел? А платить ему вообще не собирался? А вот сейчас, когда он с угрозами и ружьём пропался к тебе, ты только сейчас решил сдаться и заплатить ему? Что у тебя за каша в голове? Своя праздника, Боцик вовсе не зашёл к ним в квартиру, а просто ушёл в бок. И зачем надо было специально злить его? Ты уже заплатил ему деньги и всё, пусть тебе уходит. Не доводи его окончательно, чтобы он тебе ещё раз давал. Ну вот зачем ты всё время думаешь только о том, чтобы кому-то надавать? Тебе что, сложно просто расспросить прохожих или свидетелей и поговорить с ними спокойно? Может быть кто-то из них это сделал? Или может быть они кого-то везли, кто сел на пенёк? Да и вообще, когда найдёшь того, кто сел на пенёк, просто поговори с ним и спроси у него, почему он вообще сел на твой пенёк. Можно же и без драк обойтись. Какая убожественная музыка подобрана для этого сюжетного пупа. Однако если сделать скидку на то, что это один из первых сюжетных пупов, то можно простить. Выходи, б***ь! Нет! Б***ь! Б***ь! Нет! Ха! То же самое, что и в квартире с Владом Борщом. И почему он не мог точно так же достать ту же самую гравипушку и выбить дверь точно так же? И на пенёк сел? КОСАР! То есть Влад Борщ поначалу выпидрился и отканулся отдавать, а вот повар наоборот сразу сдался. С каких пор повар научился превращаться в крипера и взрываться? Да и какое вообще отношение Майнкрафт имеет к сюжетным пупам? Сегодня утром был украден платный пенёк, на месте пенька была оставлена следующая запись. Вот я вас отвечаю, я с корешами вас всех порешаю! Ха-ха-ха! Ну б***ь! То есть во время записи негативного видеообращения, Влад Борщ решил оставить первую испорченную дубль за повара, из-за того, что он мешал ему. А переснять его было трудно, и зачем они вообще оставили эту самую видеозапись на месте краденого пенька? Вы же видели то, что он к вам приходил за оплату, за то, что вы силий на его пенёк не заплатили. Логичнее было просто украсть пенёк, и ничего на месте не оставлять. Да и вообще, с какого лешего вам пенёк понадобился? И кому вообще в наше время интересно читать какие-то предупреждения перед началом? То есть на первой части автор постарался, чтобы придумать шрифт названия для данного сюжета у пупа, а в случае со второй и третьей частью, а также последующими, он уже обленился? На улице, судя по сущению, видно, что пока только ещё вечереют, а значит, на улице не уникал сумерки, однако на часах показано 10 часов вечера. Привези на кладбище все вопросы. Так всё это ради денег? И должен будать б**ить на ручку и тупой на ушки. Ну а ты-то чего ожидал? Вы слушаете радио, помоги и полючи. Такого радио вообще не существует, песня ему не принадлежит, и вообще эта песня нарушает авторские права. ПОЗИНЫЕ ГОМОГИЯ КИМА СКРИМЕР Если это прозрач Гомодея, тогда в честь кого названо то самое радио, которую БОЦИК слушал до этого? ПОЗИНЫЕ ГОМОГИЯ ЛИЁК Так БОЦИК же до этого сломал это радио, как оно вновь стало целым и невредимым, и снова работает? Но если это Китайская копия, И её подали именно в России, так как события происходят в этой стране? В таком случае табличка должна была быть написана не на английском, а на русском Вот так. Ты какой дурак делает, может в каждом сезоне китайских подделок именно пинг То же самое поведение. И при этом они даже забыли, что Потик до этого мог выбить дверь и сам к ним ворваться. Чего они вообще ожидали? Жопу физику. Ах... Теперь вам... И опять голос Влада Браша меняется. Еб... Это дураки. Вместо того, чтобы нормально убежать и спасаться от него, они будут тупо стоять на месте и ждать, когда он убьёт их. Угницы. Как он мог забрать сразу пенёк и уйти, если до этого нам этого не показали, а показали только то, что он просто убил их и ушёл. И да, показывайте действия, а не рассказывайте их. Во-первых, доктор Попов не матерится. Никогда. Он об этом даже высказывался в одном из видео. Во-вторых, эта табличка нарисована. Логичнее было бы использовать обычную живую бумагу из реальной жизни и на ней написать это. Такое ощущение, будто мы смотрим какого-то, кто подставил кролика Роджера. Так действия же происходят в России. К чему тут слова на английском? Русофобы, что ли? Что за убожество, почему Попов здесь так ужасно вырезан? В этом кадре сзади Попова находилась темная комната, а в этом светлый фон. У этого то ли театра, то ли спектакля, походу, нет никакой охраны. И даже если она есть, то она, походу, слепая. Все наперёк. Тут у нас какой-то пацан на сцене появился, который убил Попова выстрелив из пистолета. А все зрители тупо сидят на месте спокойно, будто ничего не происходит. И даже с криками не убегают. Солыхли? ХА! Вот не надо, мя-мя! После этих выстрелов он вообще не мог выжить. И после этого тоже. И даже после этого. ХА! Опа. Телепортация. По-другому это никак не объяснишь. Откуда у Путика самолёт? Сила Земли. Нифига себе! Сила Земли. На этом трилогия должна была закончиться. Но откуда-то явился какой-то 109.TV и сделал продолжение. Кто его просил об этом? О чём он думал? Тем более, что концовка третьей части наглядно показывает, что всё сразу закончилось на этом. Вроде бы Путик только что ехал посреди дня на своей машине. Опа! Он сразу приехал к себе домой посреди ночи. Где он весь день всё это время уехал? Нам никак не объяснят. Разбирайтесь типа сами. И почему он уехал домой именно на машине? У него же в третьей части самолёт был. Почему на нём он не улетел обратно? Что он там ба-бабабармочет? Я вообще ничего не слышу. Ну вот и вот ты это вообще взял. По телевизору вообще не упоминали, что он выжил. Или то, что у него труп пропал. Там просто сказали, что было обнаружен автомобиль. И неизвестно, как он разбился. А ты тут даже теории строишь. Автор четвёртой части тоже русофоб или что? Почему он не мог написать то же самое, но по-русски и русскими буквами? Что-то эта бомба какая-то дефектная. Как только она сразу дошла до нуля, и после этого, когда додумался всё-таки убежать, она только тогда и взорвалась. Вот не раньше и не позже, когда она сразу до нуля дошла. Сюжетная дыра. В концовке четвёртой части поцик успел убежать, и только после этого бомба взорвалась, после чего поцик уехал куда-то. Однако в начале пятой части он тупо стоит на месте и ненадолго теряет сознание, находясь рядом с бомбой, которая взорвалась. Но вот откуда он достал огнетушитель? Из шута? А я бы на твоём месте спросил бы совсем другое. Почему бы мне, наконец, не бросить эту работу, раз кто-то пытается в очередной раз украсть мой пенёк, а потом взорвать его? На старых мобильных телефонах Nokia нет никаких интернет-чатов. И зачем поцик всё время оставляет свой пенёк на одном и том же месте, а сам при этом уезжает? Он же прекрасно знает, что в очередной раз опять кто-то яйца и украдёт его. Зачем надо было оставлять свой номер телефона, если до этого ты прислала ему смс-ку, и он по ней может тебя выстрелить. Слушай меня, если ты хочешь получив день, приходи на кошку, причём один. Если всё будет по моим требованиям, то я дам тебе день, то я тебе дам. Посмотрим. То есть ты забыл о том, что он сделал с твоими друзьями Владом Баршом и Поваром? Тут наоборот, бояться его надо при этой фразе. Это не поцик. Он ни разу стиснутые зубы от злости не показывал. Наш враг, которого мы пытаемся убить, спрятался за укрытие, и мы должны подождать, когда он выскажет, чтобы выстрелить в него. А, нет, продолжим тупо мазать и тратить числые пули в молоко, а босс мы всё-таки выстрелим сквозь эту машину и попадём в него. Ну вот что ты смотришь на этого умершего дурака в капюшоне? Быстрее поворачивайся и стреляй в него, пока он либо не выстрелил в улью, либо опять не спрятался. Хорошо, что я думал? Это уже нереалистично. Если Джой настолько тупой, что у него вообще нет мозгов, то в таком случае он не то что думать, он даже двигать своим телом и разговаривать не смог бы вообще. Потому что мозг — это главная часть нашего тела, благодаря которому мы можем разговаривать, думать, двигать телом, и даже трогать предметы и пользоваться ими. Если это был осиный или пчелиный улью, то после всех этих многочисленных вавок, стеклобаба должна была умереть от пчелиного или осиного яда. Как он своим автомобилем мог разбить автомобиль бойного, если он находился сбоку, от него и стоял к боку? Вот нахер надо было этого Плаксуса сюда вставлять. Он не достоин этого. И вообще ничего общего с пупами не имеет. Виталя. 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 Как он так быстро переоделся? И зачем он так долго среди всей этой кучи пеньков ищет именно свой, у которого Иван Гамас отравал ту самую щепку? Логичнее было бы взять другой, один из этих пеньков, и вместе с ним уйти отсюда, пока все эти злодеи не явились. И всё. Считай, на этом сразу можно пускать титры. А это тут вообще к чему? Я всё продумал с самого начала. Не, неужели вперёд? Не логично и неравистично всё это наперёд продумано. Как, например, тот дедуля повёлся и сразу всё запомнил, как надо по плану? Как телеведущие подкупились? Да и как после того прямого эфира и презентации все сразу успели разбежаться и разойтись? Да и ещё, откуда Иван Гамас мог знать, что потик не отберёт у него со спины эту самую палку с кнопкой и детонатором? Да и как он после этого выживет? Более того, Энджой и Стеклобаба видели, что горящая табуретка стояла на месте, вместе с верёвками. Однако Иван Гамас вместе с табуреткой и верёвками врывается оттуда в самый последний момент до взрыва, а потом встаёт оттуда уже без табурета и без верёвок. А кто-то когда выжарвал пенюх? Хизг. И по шаду в крыше друг оказался предателем. Таю-то-режай. Я вот до сих пор не понимаю, к чему Попула вставили в эту франшизу? И на что он вообще влияет? Ведь после того, когда он сбежит, он даже не вернётся и не поможет ни Потику, ни Гамасу, вообще никому из них. Я не знаю, зачем вы вообще сюда вставили. Их бауты у них не свитер не нужны. Ну да, давайте будем всё время опихать этого чувака туда-сюда, тут и там. Пускай он везде шпионит за кем угодно, а в случае, когда кто-то упоминает про то, что свидетели не нужны, он сразу выпучит глазой и тихо уйдёт. На него при этом никто даже не обратит внимания. Я советую вам не слушать его. Где нахуй с... Господи, пристрелите к Эмбеку этого ублюдка, раз он так ненавидит и с Гамаса, что он решил сделать так, чтобы его оскорбили и вообще предали его. Умоляю. Сила земли. Вот раньше ты это сделать не мог? Хвали отсюда, б***ь! Скример. Опять. Клиша, на бомбе всегда есть таймер обратного отчёта со словейшими и устрашающими красными цифрами. А б***ь, блин, дачку, танков, дабили. Чувак, во-первых, это ваша проблема, а во-вторых, даже если вы и признаёте свои ошибки, то от этого вы, а тем более сюжетный пуп, лучше не станет. Господи, знали бы вы, как я ненавижу этого придурка за то, что он так с ним поступил. Да и даже если он с самого начала решил от него избавиться, то нафигел он тогда до этого спас его вообще? Ну, кто-то видел матрицу. А с каких пор отсылки к другим фильмам, произведениям культуры стали грехом? Откуда Иван Гамаз вообще знал, куда эти трое увезли труп Поцека? Да и как он так быстро успел пешком до них добраться, если те ехали на машине? Деб***ка! А это тогда что сзади вас? Они же оставили машину как раз там же, где они и похоронили Поцека. После чего они на ней же и уехали. Более того, Гамаз вытащил труп Поцека и сразу после этого уехал вместе с ним. Однако здесь показано, что он только проезжает мимо них и уезжает. Что за сюжетные дыры? Автор, ты совсем нас за идиотов что ли держишь? Вот самое лучшее лечение живой огурец. Он даёт силу земли. Его нужно вставить и это реанимирует вас. Однако, как Иван Гамаз будет это в случае с Поцеком делать нам не будет показывать. Догадывайтесь для этого сами. Типа воображение. Судители сразу обладают суперсилой, доказывая это тем, что он умудряется достать до пятого этажа. Наверное. Без помощи лестниц, веток, верёвок и вообще ни за что не держась. Лига справедливости и мстители перед ним как младенца. Судители стоит собрать свою братву. Возможно к нему присоединятся Поцек из сюжетки Суперпоцек, Доктор Попов Костюма Ниндзя из Мести Поцека и Кем Прилл Макс, который умело владеет посохом. И говоря уже и о Владе Борщи из Пупа Борщок. И п*** Это мой друзья. Ты чё дурак что ли? Знали бы вы как я ненавижу то, как с Иваном Гамазом тут обращается. Мало того, что в реальной жизни его ненавидят, так ещё его в сюжетных пупах так позорят нагло. Вот. Ну это уже совсем не смешно. Ну естественно, без шутки про сортиры смешно не будет. Эту самую часть воспоминаний о седьмой части я показывать не стал, потому что я эту сцену ещё не сделал и к тому же сюрприз для зрителей мог испортить. Браво! Думаю, что мы сможем вовсе селить никому. Но идти-то так не работает. При включении компьютера программа Windows ещё долго бы загружалась. Италия. Ну вот откуда ты узнал, где Иван Гамас живёт? Сценарий, что ли, прочитал? Мои враги, которых я пытаюсь застрелить, спрятались, однако я продолжу стрелять и буду дальше. Пусть стоит тратить все свои патроны в молоко. Ну а с чего ты взял, что они последовательно умерли? Мог бы сначала зайти туда и проверить, вдруг они выжили. Я несколько раз пересмотрел этот кадр и те самые кадры в очках и заметил, что они не отзеркалены. Ебать тебе коровы, ебать, в рот, блядь! Да блядь! Ты понял, меня с ней обогнали? Как этого психа вообще взяли на работу таксиста? И почему у него до сих пор не отобрали водительские права? И почему его до сих пор полиция не арестовала за то, что он переехал несколько пешеходов? Причем некоторые из них возможно не виноваты, они правильно по правилам переходили, а он зря их переезжал наверняка. Так Виталий же до этого показывал, что он нормально разговаривает. Так с чего в чате он всё время повторяет своё имя? Ну и кто-то видел бета на 60-х? Это ж скольких пешеходов этот псих вообще переехал, чтобы столько кровищей на капоте оставить? Яб*** тебя, коровый, вы уже достали выставлять Ивана Гамаза дураком! Тем более, что до этого было показывать, что у него была нормальная маскировка. Можно мне пить, то я... Ты, что, я, ты, 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 и выстрелить в него со спины и клеща. Если злодей стреляет в героя, то он всегда будет стрелять туда, где у него защита от боль. Но в голову при этом стрелять не будет, потому что сценарий ему не позволяет. Сюжетная дыра. Когда и где он успел закупиться бронежилетом? Почему на коробках из-под чая Никиты Леденкова стоят знаки радиации? Его чай что, ядовитый или взрыв опасен? В таком случае почему его не запретили? Ну это уже без комментариев. В середине У потика в 3D-части, как нам показали, был самолёт. Тогда к чему надо было выполнять такие сложные трудности? Логичнее было бы вернуться домой за самолётом и на нём полететь в погоню за этим аэропланом. А что Иван Гомас сделал в багажнике? И кто его вообще просил туда лезть? Сценарий? Тебе бы только пожрать! С какого перебуга Чайник и Дмитрюнкова превращают человека в халкообразного мутанта? Я чувствую себя дешевым человеком. Я в ярости от тебя, пи***й, несчастный. Я больше не могу придираться к тому, что Иван Гомасов здесь абсолютно дураков выставляют. Отличнее было бы, чтобы он додумался увернуться хотя бы или отскочить от удара. Да Иван для нас прям терминатор какой-то. Этот самолёт легко пробил только автомобиль, а он легко пробил своим телом. И при этом даже не умер. Иван Гомасов Иван Гомасов Иван Гомасов Но это уже смерть в любом случае. На все сто процентов заявляю. После такого вообще никто не выживает. Даже качки. Тело Никиты Литвинкова до сих пор не найдено. Да твою же налево! Разумеется, взрыв опасный чайник Никиты Литвинкова решил взорваться только в тот момент. Вот не раньше, и не позже. А как сам свидетель Стражина вообще оказался в самолёте, а затем в машине? И почему Поцик его не видит в зеркале заднего вида? Синя Люто до сих пор не может решить, какая у Поцика марка машина. То ли ВАЗ-26107, то ли ВАЗ-26106. Сюжетная дара. Если ВАЗ-26106 принадлежит Буйному Славику, то почему на нём был номер машины Поцика? Обязательно! Ладно, ладно. Вот это уже было смешно. Но я верных не сниму. потому что я люблю засирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жёбкий дурак этот поцик! Он же видел, что Титлой останется живым после шестой части! Почему он вообще на ошибках не учится и до сих пор не оставил этого охранника умирать добитым? Он же знает, что если оставить его просто так валяться выбранным и вообще не убивать его, то он в любой момент может вернуться и отомстить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть этот персонаж нужен был только лишь для этого самого момента? А вот какую конкретную роль он играет в этой франшизе нам никак не объяснят. Разбирайтесь типа сами. Сюжетная дыра. Если Сюгидин Флезина был в машине поцика, то как он выжил, если машина разбилась сама и разбила машину буйному? Нам не показали, как свидетель спасся, мы видели только то, как поцик с пеньком спускается на парашюте. Сюгидин Флезина. Сюгидин Флезина. Сюгидин Флезина. Сюгидин Флезина. Криша, вместо того, чтобы действовать и сразу добить, я буду вести свой злодейский монолог и рассказывать свою причину и мотивацию, почему я стал таким. Ты на пенёк сел, должен осоргать. Сюжетная дыра. Во второй части Влад Борщепор украли пенёк ещё до того, когда Буйный Славик сел на пенёк. Когда поцику выдали китайскую подделку, Буйный Славик сел на него. А когда поцик подошёл, пенёк после этого сразу сломался, а Буйный, выргавшись, потом после этого ушёл. Да и если Буйный Славик уже садился на пенёк и платил поцику за это, то зачем он потом захотел опять сесть на него? Крише. Когда начинается грустная атмосфера и становится печально, сразу начинает погода меняться на мрачную и дождливую. Да и вообще, мотивация главного героя тут вообще непонятна. Он вообще в лучшую сторону не меняется. Да и кажется, будто он вообще просто сошёл с ума. Мы же видели, что Жигури Потика разбилась. Почему у Потика он опять целый невредим? Или у Потика уже новая лада? Непонятно. А где он взял цепь, чтобы связать его? Боже, из-за пенёка никто нёкто страдает. Не надо лгать мне. Бр***ц. Пенёк тут совершенно ни при чём. Виноват во всём именно ты. Ты. Это ведь из-за тебя Буйный Славик пострадал. Из-за того, что ты такой же пенделёжник, который думает о каком-то куске дерева вместо живых людей. И вы хотите сказать, что этот придурок и есть тот самый якобы главный герой, которого мы все с вами якобы должны запереживать? Как по мне, просто выпросить пенёк в океан тупо. Лучше бы Потик его просто закопал в землю. Боже, из-за пенёка никто нёкто страдает. Слова персонажа противоречат событиям в будущем. А когда Потик успел навестить его на Гамаза в больнице и сделать фотографию на память? Сегодня утром потерпел крушение круизный лайнер, непотопляемый. Название корабля непотопляемый противоречит его свойствами тонуть. По предварительным данным, причиной крушения стал неопознанный плавающий объект. Ну вот чего вы нас обманываете? Вы что за идиотов нас держите? Вы же приблизили кадры и чётко показали, что это пенёк. Пенёк, а не какой-то там неопознанный плавающий объект. Сразу видно, что это кусок дерева. К тому же, если бы даже лодка в него врезалась, она бы не пошла ко дну. Это же не лёд с айсбергом какой-то, из-за которого Титаник потонул. Нет уж, не-не-не-не-не, всё, хватит с меня. Я не хочу больше никаких продолжений к этой франшизе. Оставьте её в покое. Да уж, да уж, да уж. Я на полном серьёзе ненавижу эту франшизу. Так же, как и моё второе я. А ведь я-то изначально имел другое мнение на неё. И ожидал от неё крайне другого и ничто большего. Как бы обычный сюжетный пуп, который по сути должен развлекать с бредом в чистом виде по типу трешовых фильмов. Но при этом, ничему не учившая противная история без морали. Здесь отвратительно практически всё. Начиная с тупости персонажей, заканчивая самим главным героем, опасным потиком. Который вообще не подходит под понятие доброго, а тем более положительного персонажа. Да блин, его даже главным героем язык назвать не поворачивается. Из-за того, что он был раскрыт таким вот... Эгоистичный. Противный, самолюбивый, жестокий. Да и плюсом ещё смело на всё 100% можно обозвать бессовестным. Да-да, опасный потик в этой сюжетке практически не подходит под понятие положительного персонажа. Вообще. Это всё именно про опасную потика из битвы за пенёк. В двух словах. Безмозглый даун, который любит выпендриваться и считает себя богом, в отличие от остальных людей вокруг себя. Или, проще говоря, пизжон, которому плевать на всех вокруг себя, лишь бы только он радовался. И вы хотите сказать, что этот ублюдок в куртке и есть тот самый якобы главный герой, которого мы все с вами якобы должны собереживать? Я так не думаю. Про остальных персонажей, типа того же Никита Литинкова или Доктора Попова, я вообще молчу. О чём 109.TV думал, когда создавал четвёртую часть? Серьёзно, в случае бы тогда эту франшизу не дали бы, а оставили бы трилогии. И тогда бы этой кучи говна уже продолжений тоже не было бы никогда. Из всех персонажей в этой франшизе можно попереживать, разве что только Ивана Гамаза. Нет, ну серьёзно, подумайте сами. Какой-то пацан в куртке и в шапке взял и ни с того ни с сего убил налётчик друзей. Да, конечно, там упоминается то, что на самом деле они его не считали своим другом и ненавидимым. Но ведь он-то этого не понимал и искренне верил, что они его друзья. А значит, ещё раз повторюсь, подумайте сами. Какой-то пацан взял и убил налётчик друзей. Непонятно за что. Из-за того, что они просто хотели отомстить ему. За то, что он давал им п***и. Из-за того, что они садились на его пенёк. И при этом не платили за посидение на пеньке. Да любой бы после этого на месте Ивана Гамаза желал бы этому ублюдку быстрой смерти. Не то, что ненавидел бы его. Более того, этот бессовестный ублюдок так ни разу и не извинился перед Иваном Гамазом за всё то зло, которое он ему наделал. Согласитесь со мной. Такому ублюдку в качестве главного героя вообще невозможно сопереживать. Без сомнения можно сказать, что битва за пенёк это жестокая франшиза. Хоть её и делали такое, чтобы она была менее жестокая, без кровищи, и чтобы Ютуб её не банил. Да и похоже, что после этого видео мне придётся забить на голосование. И даже если большинство из вас проголосует против негативного брошения, мне всё равно придётся его снять. Однозначно, заявляю, что это самая худшая сюжетная франшиза из всех, которые я смотрел. Да и вряд ли я ещё когда-нибудь в будущем буду этот кусок говна пересматривать. Эй, ты? Я тебе задницу не надеру. Так, посмотрим. Пожарной ветви тут нигде нет. И он находится на четвёртом этаже. Наверное. Как сидеть и смог туда подняться и разглядеть это? А он не товарищ, не сообщник, не друг. Нет, я злой парень.